Установили ограждение за пределами предоставленного участка, распахали огород больше, чем отведено с земли, построили гараж с захватом участка соседа. Таких примеров сотни, и до недавнего времени в таких ситуациях решение было однозначным – землю возвратить, постройку снести и навести порядок на самозахваченном участке. Причём, если раньше выявление таких фактов было делом случая, то сейчас на помощь пришли современные технологии и аэрофотосъёмка. Таким образом, Белгипрозем провёл инвентаризацию и составил новые карты, на которых обозначены практически все самозахваченные участки. В Церегорском районе таких оказалось 6351. Что касается 6351 участка, которые были отрисованы по легализации, каждому на адрес участка, либо на адрес проживания землепользователя, если такой адрес у нас имелся, высланы уведомления. Поэтому эти люди в курсе, что у них есть проблемы. Согласно уведомлению, им предложено два варианта. Либо определиться до 1 сентября 2025 года и податься на легализацию этого участка, либо, если они решат, что им проще, допустим, войти в границы ранее предоставленных и ничего не менять, соответственно, им просто нужно освободить самовольно занятую часть, то, что они там превысили. Для легализации необходимо соблюдение ряда условий. Капитальное строение или целевое назначение земельного участка должны соответствовать градостроительным регламентам, строительным нормам и правилам. Соответствующие заключения выдадут в отделе архитектуры и строительства райисполкома. Амнистия может быть применена при наличии согласия смежных землепользователей, а также если самовольное строительство и, следовательно, нарушение земельного законодательства имели место до 1 сентября 2022 года. Для обращения по легализации, когда уже люди будут иметь на руках все необходимые документы, если земельный участок находится в сельском населенном пункте, то человек обращается в тот сельский исполнительный комитет, на чьей территории расположена эта деревня. Если участок расположен в городе, в городском поселке, либо в агрогородках, тогда эти люди обращаются в управление землеустройства райисполкома, поскольку, согласно закона, в данном случае принятие решения относится к компетенции райисполкома. Землепользователи положительно восприняли новацию, отмечают землеустроителям. Желающих узаконить самозахваченные участки оказалось много. Причем приходят не только те, кто получил уведомления, но и те, кто остался в тени, но давно хочет решить свою проблему. Их также вносят в списки и дают право воспользоваться земельной амнистией. Процедура, конечно, не бесплатная. Сумма зависит от кадастровой стоимости участка. При этом предусмотрена возможность предоставления рассрочки оплаты. Земельной амнистией можно воспользоваться до 1 сентября 2025 года.